Утро на Балткоме Латвия один из лидеров, так можно сказать, новой в какой-то степени политической силой, реформированной, называясь как хотите, депутат Сейма и глава комиссии парламента по народному хозяйству Ральф Немира у нас сегодня на прямой связи, бывший министр экономики. Доброе утро. Доброе утро. Да, может быть несколько слов о том, что за перемены происходят, почему принято решение поменять название, может быть будут какие-то идеологические изменения, вот несколько слов об этом. Да, ну значит изменения, как вы уже очень правильно отметили, в принципе существенные. Поменялось название, поменялись люди в правлении, поменялся председатель. В принципе в этом плане произошел демократический процесс, наши члены нашей организации пришли на собрание, решили сделать изменения. Значит изменения в чем? Мы хотим показать то, что мы сейчас центричная партия, мы больше не правы и не настолько социально-демократичны левы. Мы хотим сказать то, что мы хотим защищать права человека в Латвии, который сейчас на данный момент по нашему точке зрения не защищен. Это маленький предприниматель, маленький сельхозяйник, а также и рабочий человек. То есть мы не социал-демократы, но все-таки налоговая система на данный момент мы считаем неправильно организованным. Об этом мы и говорили, что микроналог на данный момент трогать не надо было. Это можно было сделать так, когда это было планировано в 2021 году. То есть несколько существенных нюансов мы хотим подчеркнуть, и потому произошли такие изменения, которые мы видим сейчас после субботних конгресса. Что касается действительно силы после ребрендинга, после смены названия, КПВЛ в правительстве представлено тремя министрами. Министр экономики, министр благосостояния, министр внутренних дел. Министр благосостояния мы увидели в составе нового правления. Что касается еще двух министров, насколько они поддерживают эти перемены? Ваши ли они команде? Вы знаете, в этом плане я хочу один нюанс подчеркнуть. То есть если члены нашей организации выбирают кого-то своим лидером, я думаю, что здесь не надо было бы обижаться тем, которые не выбраны. Но в этом плане я думаю, что если мы меняем цифры местами, сумма не меняется в этом плане. То есть мы поддерживаем правительство так же, как поддерживали перед тем, с теми аспектами, которые я уже подчеркнул, за которых мы будем стоять и будем бороться. Нам обязательно нужно быть в правительстве, чтобы свои цели достичь. Мы не хотим уходить в оппозицию и кричать из оппозиционных позиций. В этом плане это неправильная позиция, как выбирать, делать что в политике или не делать. Я думаю, что у нас есть сейчас возможность. Каждый министр, а также каждый депутат позиции в СССР будет доказывать, что он сделал, что он делает, за что он стоит. Может ли измениться, не знаю, общий настрой вот этой новой организации на сотрудничество с теми иными политическими силами? Но мы знаем сейчас, очень многие, ну или многие, наверное, не так, бывшие деятели КПВР пытаются идти своим там путем. Не знаю, есть Алвиз Гобземс, которая пытается создать свою партию. Может ли быть диалог вот с этими людьми? Я почему спрашиваю, потому что зачастую избиратель говорит о том, что да, очень хорошо мы в каждой партии, там, не знаю, видим каких-то сильных личностей, не знаю, в КПВР, в этом, не знаю, вот мой сегодняшний собеседник Крайп Немиева, там, в другой партии, другой, но вот столько партий, которые очень похожи друг на друга по идеологии, никак не могут сотрудничать. Я с вами согласен, что предложение на данный момент очень широкое. Я помню дискуссии в вашей программе, когда мы говорили в предвыборное время Рижской Думы, там тоже ведь очень много партий присутствовали, очень много разных партий, да, кто-то больше радикален, кто-то больше либерален. Я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, самое главное всегда в политике сотрудничать. Я никогда не скрывал, что я имею диалог тоже с всеми партиями, практически всеми, даже личностями, с которыми мне непосредственно надо работать. У меня в комиссии по народному хозяйству и Дидзи Шмидт, например, независимый депутат, и депутаты Саскань, и Зеленый Христиан, и Атыст и Байпар, и Яны Иннокурси, и ТКПВ, ЛВ. У нас много депутатов, с которыми надо общаться и принимать государственные решения. Потому здесь я не вижу, что мы должны какие-то красные, зеленые, синие, любые линии уже намечать. А как же тогда мы сотрудничать будем с другими партиями, чтобы достичь какую-то цель? Я думаю, что политика в этом плане, как бы искусство компромисса. Я по этим принципам всегда работал и буду работать. Так что я здесь больше вижу идеологические аспекты, нежели как-то лозунговые. Название одной партии нам не нравится, мы их ненавидим. Так никогда в жизни я не думал, пусть этим занимаются те партии, которые кричат, которым надо кричать, которые так привлекают свой электорат. Мы так делать не собираемся. Что касается судьбы фракции, разная информация появлялась за эти два дня. Я имею в виду после собраний, в субботу и в воскресенье. Мы знаем, что с небольшим перевесом, по-моему, чуть ли не в один голос был исключен из партии Аты Закатистов, которая возглавляет фракцию, является парламентским секретарем Минфина. Он уже поспешил заявить, что он будет независимым депутатом. Удастся ли сохранить единство вот этой фракции? Что будет с Закатистовым? И действительно ли будет меняться парламентский секретарь Минфина? Очень важная, кстати, должность. Да, очень важная должность. Я, честно говоря, немножко не понимаю, зачем надо было так спешить. Я понимаю, что эмоции... Обидно, да? Да, обидно. Я это тоже очень хорошо понимаю. Я тоже не понимаю, зачем надо было вообще такой вопрос ставить на повестку дня о исключении человека из партии. Я даже не вижу, что он такого сделал, как член партии. Хорошо, там демократические процессы. Кто-то или большинство в этом плане не видело его как руководителя партии, да? И переизбрали другого. Хорошо, ну я понимаю, это уже демократический процесс, который произошел. Но как связывать партию с фракцией в этом плане, да? Мне трудно сказать. Это может быть просто человек, теряя авторитет, ну в этом плане тоже решил какое как бы решение принять. Я не думаю, что это было правильно, но хорошо, не мне решать в этом плане. Но насчет фракции, опять же, да, то есть самое главное держаться вместе в этом плане, сотрудничать со всеми коалиционными партиями и идти вперед, чтобы принять государственные решения. Я не думаю, что в этом плане хоть с одного аспекта лучше было бы фракции разделяться и показать, что мы разделяемся, какой мы даем месседж, то есть, да, другим партиям вообще обществу вместе. Во всех партиях, абсолютно всех партиях есть разногласия, есть разные мнения. Но дело в том, что, наверное, наша фракция отличается тем, что мы очень эмоционально все показываем, да? А многие фракции просто это скрывают. Ну, вот и все. Ну, как бы, знаете, ссора в семье, да? Кто-то показывает ссору, да, и несет ее, и кричат, а кто-то не показывает, но это не значит, что ссора в семье не существует. Но в этом плане я хочу сказать, что я не думаю, что сейчас надо куда-то спешить, надо взять неделю паузу, немножко, как бы, подумать о тех вариантах, о тем возможностях, как этот вопрос решать, что мы видим, как мы думаем дальше. Но я тоже не вижу ни в коем случае, что надо было бы у нас менять парламентского секретаря в Министерстве финансов, поскольку я считаю, что Атыс очень умный человек, и он там свое дело делает. Ну, в таком плане. Да, вот здесь тоже такая интересная ситуация складывается. С одной стороны, вы правильно сказали, что, наверное, больше возможностей как-то повлиять, естественно, принимаемое решение на это находиться в правящей коалиции. С другой стороны, вот в условиях, наверное, пандемии мы видим заявление президента, который сказал, что вот словесная дисциплина, очень важно, чтобы все министры были как один. И тогда получается, что вроде бы не очень ясна вот позиция той или иной правящей партии, потому что вы с закрытыми дверями, ну, я имею в виду министры, обсудили что-то, приняли решение, потом все взяли под козырек и вот исполняет. И уже избиратель говорит, ну, они там в правительстве, и уже не отличает одну партию от другой. Что делать вообще в этой ситуации? Ну, знаете, если смотреть со стороны, немножко таким холодным взглядом, тогда, конечно, президент в этом плане может... Риторика получилась, какая получилась. Но давайте посмотрим по сути, да. Я согласен, что это непростое время. Здесь принять решение надо быстро и надо ответственно. Здесь не может быть такой ситуации, что кто-то бегает, рассказывает одно, другой бегает, рассказывает другое, а, значит, премьер-министр выходит и говорит о третьем. Это, в принципе, раньше в правительствах даже не происходило. В этом плане, я думаю, что есть возможность, и должно так быть, что различается мнение по поддержке предпринимательства, по поддержке социально, то есть таких незащищенных людей, по поддержке медперсонала, полицейских, тех людей, которые работают непосредственно с пандемией, да, и которые чувствуют больше всего, как бы, вот такой импакт от пандемии. В этом плане, конечно, кто-то может защищать свою отрасль, но невозможно идти против коллегиальных решений в кабинете, которые приняты со всеми министрами, совершенно коллегиально. Ну, кто-то не согласился, но ты все равно игрок команды. Потому я считаю, что премьер или даже президент уже говорил, что если кто-то не соображает такие аспекты, ну, он должен, как бы, идти с правительством. И здесь, в этом плане, я думаю, что не было целенаправленно на какого-то одного отдельного министра, да, но на многих, поскольку каждый выходил и в Твиттере или где-то там еще рассказывал и защищал очень бурно свою отрасль, да, в том числе и защиты, обороны и так далее, да. Ну, это, конечно, команда премьера. Премьер тоже, как бы, эти вопросы решает, тоже должен какую-то дисциплину создавать. Я думаю, что в этом плане, если мы смотрим на другие государства, там дисциплина намного жестче, да, в этом плане. Так что, конечно, защищать свою отрасль надо, но это надо защищать до решения в кабинете министров. Я очень хорошо знаю, как это, что перед голосованием ты должен обойти кружочек, так сказать, со своими коллегами, обсудить вопросы, ну, разъяснить саму тему и просить поддержку. Но это нормальный политический процесс, я так делал всегда, то есть. Ну, и потому решение тоже надо согласовывать с премьером, поскольку мы сами такого премьера выбрали. Наверное, об этом еще предъявременно говорить, но, тем не менее, время бежит очень быстро. Уже в первых часов июня следующего года будут муниципальные выборы по новой схеме, фактически в 41 самоуправлении, ну, Коми Риги, разумеется, да. Готовитесь ли вы, думаете ли вы об этом, чтобы вот уже партия под новым названием, новым брендом «Парцилва Цейской Латвии» участвовала в этих муниципальных выборах? Вы знаете, да, тоже согласен с вами, что на данный момент уже сама предвыборная кампания еще не началась, но, в принципе, партия об этом думает, и уже идут вперед. Мы тоже будем обязательно на выборы, то есть, идти муниципальные. У нас есть некоторые, как бы, так сказать, такие области, где мы себя чувствуем сильнее, где-то не так сильно. Ну, вот, например, в городах, там, Юрмала, мы смотрим, тоже хотим сотрудничать и выдвинуть своего кандидата в мэр. И, там, Ялгова тоже. Ну, у нас есть многие сильные позиции, но где-то мы, как бы, сейчас общаемся с кандидатами. Так что сейчас, конечно, новые, как бы, ну, мы перечеркиваем какую-то свою историю, идем вперед, у нас новые названия, новые люди, в том числе. Ну, будем смотреть, да, то есть, здесь две важные, два важных нюанса. То есть, один — это правительство-фракция, а второй — это партия, которая сейчас думает о предвыборной кампании на муниципалитет. И это, как бы, с одной стороны, связано, с другой стороны, два отдельных вопроса, но оба политические, по-любому. Спасибо большое, Ральф Немир. У нас было на прямой связи через Zoom. Один из лидеров организации партии, бывшей КПВЛВ, теперь он называется «Зачеловечную Латвию», «Поцел Батиску Латвию». Большое спасибо. Да, большое спасибо тоже. Удачи. С утра на Болткове.